Следующая няма сватхъя-я, сватхъя-я. Это изучение самого себя, изучение своего я и изучение священных писаний. Это, грубо говоря, познание нашего мира, познание недвойственной реальности, высшей реальности. Что может дать нам изучение писаний? В писаниях обычно дается рассказ о каких-то просветленных высоких личностях, о ситуациях, в которые они попадали, как они себя вели и так далее. Во-первых, у нас на уровне подсознания повышаются вибрации, когда мы читаем эти писания. Во-вторых, мы видим очень наглядно, что у практиков йоги бывают проблемы в жизни, что как бы страшно все не выглядело, эти проблемы всегда можно решить. И писания становятся такими своеобразными маяками, как я уже говорила, которые нас мотивируют, которые нас поддерживают, на которых мы сосредотачиваемся и с личностями, о которых там идет речь, устанавливается какой-то контакт, и мы получаем их поддержку, особенно, если они в хороших мирах сейчас. В принципе, большинство буддийских, ну, все буддийские тексты про это, много христианских текстов про это есть, индуизм тоже, ну, и с индуизмом тоже все сложно, но это. Но, тем не менее, нужно познавать таким образом реальность, нужно познавать, что было в прошлом, не нужно считать это какими-то сказками, как в начале лекции у нас было сказано, мы это воспринимаем часто. За, как это, за всякой сказкой, даже если у нас сказка скрывается, очень глубокий смысл на посыл. Ну, с писаниями. Мне кажется, что это очень связано для изучения своего я и изучения писания, потому что, скажем, мы описать свое человеческое тело, мы как-то еще состояние. Если мы начнем говорить о своем внутреннем, тонком теле, или, скажем, о понимании Бога или его проявлений, то у нас зачастую даже словарного запаса такого нет, такой базы. Поэтому, чтобы понять себя или Бога в себе, мы обязательно должны хотя бы ознакомиться, как это описывали другие, когда мы сможем более полно составить свое мнение. Ну, совершенно верно. Даже здесь можно сказать про словарный запас, про санскрит такое отступление сделать. Вот санскрит традиционный, который использовался, на котором большинство там написано, записано. Считается, что и то, что давал Будда было записано на санскрите, но было утеряно большинство, и поэтому потом на пале все переписали. Ну, не знаю, насколько это верно, просто с нашим такую точку зрения. Ну, так вот, в санскрите очень мало терминов, которые обозначали что-то бытовое, какие-то ситуации. То есть там, типа, кастрюля, тарелка, вилка, ложка, там, может вообще такого не быть в санскрите. Зато там неимоверное разнообразие терминов, описывающих вообще тончайшие какие-то состояния, тончайшие понятия и явления. То есть на русский язык можно перевести одинаково. Но в каждом термине там есть такой оттенок, которого, например, в современных языках даже понятия такого не существует. Часто же бывает у некоторых, не помню, у кого не существует слово «снег» в лексиконе. У кого-то, ну, видимо, у кого-то из народов, которые никогда не видели снег. В принципе, вот, поэтому они никогда не видели, они такое обыденное для нас понятие, в принципе, не знают. Они даже, ну, то есть, начнешь объяснять, что это такое, они не узнают. Как, знаете, это уже мультика советский. Деда Мороза, который хотел узнать, что такое лето. Вот. И здесь я вам хотела процитировать фразу Айдгара. Начатываю фразу, сказал, мне прям понравилось, я ее сюда записала. Звучит она следующим образом, насчет изучения «Я». У невежества нет начала, но оно имеет конец. У знаний есть начало, но нет конца. То есть, стоит нам только действительно начать прикладывать в силе и изучать, и мы будем постеплять все более и более глубокие сущности, все больше раскрывать всю другую грандность, и в итоге, наверное, придем к тому, что, в принципе, все есть одно, как ни странно. Деда Мороза.